Ребята, всем привет! Мы едем в самый маленький штат Америки, Роудайвен. Едем на несколько дней, а сумок набрали. Как будто бы мы едем туда на месяц, а может быть и два. Вот только есть одно небольшое но, а это погода. Погода совсем не путешественная, но что ж поделать. Поэтому выдвигаемся в путь, но сначала нужно заехать, купить завтрак. Прямо. Спасибо. Нельзя начинать поездку без кофе. Вкусный кофе я тебе сделала? Да. Хотела сказать нет. Вот еда заветная. Не успели мы выехать и начался какой-то пиздец на улице. Вот такой и вот такой. Теперь будем не ехать, а будем плыть. Поэтому мы поплыли. Куда плывем? Куда? Я, конечно, сколько мы уже почти год здесь. Я еще ни разу не видел такой дождь здесь, чтобы так заливало дороги. Вот реально сейчас едем 25 миль в час. Такое ощущение, как будто плывем. Сзади тебя видно было. Хотя реально мы плывем, потому что страшно. Я надеюсь, у меня лодка хорошо залатанная и не протекает. Поехали. 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 50 миль. Едем очень медленно. По Нью-Йорку вообще еле ползли, можно сказать, а точнее плыли. Дождь всю дорогу не останавливается. Настя, как обычно, жрет. Картошечки ей захотелось понимать. Поэтому остановились, чуть-чуть размяться, устали уже. Должны были всего, GPS показывал ехать 3,5 часа, но за 3,5 часа мы проехали чуть больше, чем полпути. Будем ехать дальше и мокнуть под дождем с открытыми окнами и с картошечкой. Картошечки нельзя намокнуть. Самое главное, чтобы картошечка сухая осталась. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас наснимаешь? Плохо. А мне потом мучатся. Что мучатся? Монтиры. Моя мечта сбылась. Влад привез меня в деревню. И теперь мы деревенщина. На пару дней. Короче, тут очень мило, мне нравится. Ты куда? На разведку. В общем, ребята, приехали мы в наш пункт назначения. Заехали в комнату, которую мы сняли. Ничего особенного. Обычная комнатка. Вот так вот все выглядит. Просто кровать, шкафчик, вешалка. И Настя, которая вот это уже ударилась головой. Да, ничего особенного, но мы так и планировали. Потому что мы здесь фактически времени не будем вообще проводить. И за две ночи мы заплатили всего лишь 100 долларов. Там с копейками в районе 110 с налогами и совсем. А отель, я смотрел, было бы самое дешевое в районе 130-140 долларов за одну ночь. И я абсолютно не видел смысла тратить деньги на то, чтобы мы просто поспали, так как здесь находиться вообще не будем. А еще посмотрите, какой здесь классный вид, как Настя уже говорила, на село. А как я это называю, на реальном Америке. Вот я смотрю, у меня просто радуются глаза. Но что мне больше всего здесь непривычно и необычно после Нью-Йорка. Это такая здесь тишина. Тихо, аж кажется, что мы где-то за городом. Хотя мы, в принципе, за городом и находятся. И, честно говоря, очень непривычно. И странно, так как в Нью-Йорке постоянно даже ночью лежишь. Постоянно скорые, пожарные, шум, мгам. А здесь тишина и душа просто отдыхает. Но есть одно небольшое но. Это когда я захожу в туалет. Одно такое небольшое но. Это слегка низкие потолки. Вот оно маленькое но. Чувствую себя небольшим великаном в стране лилипутов. Я к такому привык, что я мало где помещаюсь. Поэтому это совсем маленький минус. Музыка. 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 Конечно-то, эта дама собралась. И, конечно же, косит под меня. А еще здесь такой свежейший воздух. Я уже не помню, когда в последний раз дышал свежим воздухом. Классно, я соскучился за такой жизнью. спокойной и тихой и со свежим воздухом. И сельской. Я хочу жить в селе. Селючка Анастасия. Сейчас едем в городок, который называется Ньюпорт. Это остров и один из самых старых городов, в которых начиналась Америка, можно так сказать. Поехали! Казалось бы, мы так недалеко уехали от Нью-Йорка относительно, но чувствуется здесь все другое, здесь люди другие, здесь даже воздух другой. Мне в таких местах очень нравится. Тут правда очень спокойно и для взрослой семейной жизни, для того, чтобы тут воспитывать деток, это просто идеальное место. Тут очень классно. Глад сказал, что молодым тут, конечно, будет скучновато, но я не думаю. В каждом месте, в каждом городе и даже в самом плохом селе люди находят чем заниматься, ходят кухать, клубы. Тут правда очень много, вот мы поездили, даже так осмотрелись, очень много классных мест, но для того, чтобы куда-то добраться, обязательно нужна машина, потому что пешком очень тяжело что-то найти. Приехали мы в Нью-Порт, очень старый городок, как вы видите, старое здание. Оно своя здесь атмосфера. Маленькие здесь такие улочки, выложенные брусчаткой, много всяких магазинчиков для туристов, потому что большинство людей, являющих здесь, туристы, не только из других стран, а большинство даже, я бы сказал, американцы, потому что это очень популярное место. Приехать здесь летом погулять и на пляж съездить можно, что мы, собственно, завтра надеемся и сделать. Если, конечно же, погода будет не такая, как сегодня, и будет светить солнышко, а то сегодня вообще ужасно. Настя даже подмерзла и пришлось ее закутать. А еще у нас сегодня с этой дамой знаменательное событие. Ровно год назад мы поженились, правильно поженились? Да, стали мужем и женой. Да. Собственно говоря, мы поэтому решили поехать отдохнуть, провести время вместе, без забот и суеты. Я очень рад, что нашел ее. Точнее, судьба нас свела. И этот год был очень хороший. Мы дальше, думаю, будет только лучше и лучше. Еще очень сильно ее люблю. Все, хватит тут сладости. Сейчас хотим чуть-чуть прогуляться, как говорится, нагулять аппетит, а потом найти ресторанчик, где можно покушать лобстера, потому что Настя никогда не кушала настоящих лобстеров, только искусственно. Только пластмасса выживала. Нажала кнопку? Нажала. Смотри, какая собака. Вообще, я был в этом городе пару раз зимой, так как я учился недалеко отсюда, и у нас тренер моей команды живет здесь. И зимой здесь вообще такая глуша. Летом люди приплывают на своих таких яхтах, а есть, которые вот таких, как сзади. И у них здесь квартиры, дома летние. Чисто люди поезжают сюда, как отдыхать летом, а зимой вообще никого нет. Ну и, соответственно, недвижимость здесь вся очень дорогая. Даже я смотрел номера в отеле. Здесь снять обычную комнату в самом обычном отеле стоит от 350 и выше. Вообще, сейчас, как я прочитал в интернете, здесь проходит ежегодная регата, и очень много парусных яхт здесь, или я не знаю, как они правильно называются. Близь побережья вообще, реально все заставлено ими. Чуть-чуть прогулялись, но довольно-таки прохладно. Настя подмерзла, поэтому идем искать ресторан, где можно сесть. Ну и плюс нужно экономить силы, завтра будет очень насыщенный день. А сегодня эта дорога с этим дождем, которая заняла в два раза дольше, чем она должна была быть, просто забрала все силы. Нашли такой ресторан, называется Lobster Bar. Надеемся, что здесь хорошие лобстеры, но я думаю, что они не могут быть плохими в ресторане, который называется Lobster Bar. Вот так выглядит этот ресторан, находится он на доке, прямо получается на воде. И вокруг очень много красивых, огромных яхт. Ну и сегодня, даже несмотря на то, что кратница, очень мало людей здесь, наверное, всех спугнула погода, потому что реально прохладно. Мы сидим внутри, но здесь довольно-таки свежо, а на улице так вообще, наверное, замерзли бы. Кому принесли супчик? Мне, и тебе тоже, ладно. Принесли нам такой супчик, называется Clam Charter. Делают его из морепродуктов, картошки и бекона. Можно сказать, в такой сливочной гуще, но получается очень вкусно. А еще ни я, ни Настя никогда не пробовали устриц, и мы решили заказать все-таки попробовать. Честно говоря, мне кажется, мне не понравится, но может я ошибаюсь. Вот так они выглядят. Кстати, добавляю такими клахом. Да? Я полью вот это, это матные штуки. А вот и не хочу спросить, честно говоря. А я не хочу, честно говоря. Ну такое, мне не очень. Ну, честно говоря, мне просто напоминает мидии. Я мидии не очень сильно люблю, но, наверное, сырые мидии по вкусу очень похожи. Пришло время, пришли лобстеры. Поэтому мы будем кушать с годовщиной нас. А вы, если кушаете, вам приятного аппетита. Главное, чтобы приедели. Энд... Главное, что реально просто... А вот так вот они выглядят пока еще живые. Ну а Настя уже всех съела. Много здесь ресторанчиков небольших с морепродуктами, потому что в основном эти места славятся морепродуктами. И есть такие барчики, как вот здесь вот на улице. С бухлишком, как говорит Настя. У Насти уже начались танцы после одного бокала вина. А на сегодня, ребята, все, устали. Тяжелая дорога. Хочется сохранить сил на завтра. Поэтому смотрите следующий влог. Будет много интересного. И спасибо, что сегодня вы были с нами. До скорых встреч.